Санаторы, гостиницы и комплексы «Послух» от туроператоров. Так выглядят тройка лидеров по экспорте туристичного бизнеса региона. Об развитии этой индустрии шла размова на коллеги управления спорта и туризма Гомельского облвыконкама. Все лето треба заработать на экспорте тур «Послух» 15 миллионов долларов. 12 уже есть. Остатняя сумма целком реальная. Напереде новогодние святы, а в регионе, ешим, затекают не только жахару Гомельшины и Беларуси, а и замежных гостей. Например, в национальном парке Припятске детей и дорослых будут шакать у резиденции Деда Мороза. Все лето там станет еще больше стекало, чем летость. Иде работа и над распроцовкой карты подорожа по белорусским боку Чарнобыльской территории. Это то, что привабливает туристов. Обмерковали структуру придорожного сервиса. Тут радует повеличение колькости кафе, бянтежить, скорочение объектов, которые обслуговывают автомобили. Это СТА и пункты шиномонтажу. Есть вопросы с заказанием полевнических послуг. Необходно проанализовать причины и исправить ситуацию. В целом же нужно работать над тем, как средняя протяглась находжения на Гомельшине туристов росла. Нельзя сегодня выполнить целевой показатель экспорта, не предоставляя туристу комплекс. Когда турист понимает, что он может получить максимум из посещения нашего региона, он будет чаще выбирать именно наше направление. Потому что если мы посмотрим количество дней, которые находятся сегодня туристы на территории Гомельской области, это от трех до четырех дней, то это, на наш взгляд, недостаточно. То есть можно на сегодняшний день. И надо стремиться к тому, чтобы турист находился у нас больше. Сколько? Не менее пяти. Пяти-семи дней. Ранее туроператоры ориентовались на достаточно большие группы подорожников. Сейчас все больше людей выбирают семейные поездки. И организовать маршруты нужно с увлеком этой околичности. В общем, важно, чтобы любой человек, который проезжает в наш регион, он отшивал себе комфортно и жадал вернуться сюда снова.